дорогие друзья наши уроки по фундаментальным законам тора и законы черта характера рамбама продолжаются и сегодня пункт 7 9 мы говорим о злоречии о запрете говорить нехорошие о других людях потому что когда такое происходит то обычно в этом участвует три человека и все три несут наказание за это тот кто говорит что-то нехорошее другом тот кто слушает и его наказывает еще больше это таком говорят то есть тот кто себя повел так что о нем можно сказать что-то нехорошее вот тоже он тоже подвергается наказание и так все они злоязычные и с ними нельзя жить в одном селении и тем более находиться рядом и слушать их речи и здесь речь идет о том что то что мы читали что присутствие трех если человек что-то расскажет и все сведения эти стали известны всем и если один из троих расскажет еще раз то это не злословие при условии что он намеревался не намеревался распространить слух открыть еще больше то есть если человек сам что-то про себя рассказывает и рассказывает троим людям то значит эта информация не считается такой что она его может опорочить по крайней мере он так сам не думает но в то же время если мы сами понимаем что все-таки эта информация нехорошая то он не стоит ее рассказывать так вот и с ними нельзя жить в одном селении тем более находиться рядом слушать их и наши праотцы в пустыне были осуждены на сорокалетние скитание именно за злоязычие вот мы сегодня только говорили про сорокалетние скитание как раз в нашей недельной главе говорится о скитании и за что за что они были наказаны так наши предки здесь подразумевается рассказ о том как разведчики посланные маше разведать пути завоевания земли израиля а также состояние страны и противника рассказали что землю израиля невозможно завоевать и все израильтяне поверили им отсюда видно как велик грех злословие и как от этого греха страдают и злословище и те кто его слушает а то есть они пошли их послали чтобы узнать как дойти до страны как разведать пути всевышний сказал однозначно это ваша земля я вам дарю это прекрасная земля они пришли со и рассказывать там огромные ветви винограда там живут великаны нам никогда их не победить их никто не спрашивал можно победить нельзя победить реально это нереально всевышний сказал этого вы придете и они стали рассказывать то что вообще никто не просил рассказывать ну там было очень много разных разных поводов почему это все так произошло они вообще были святые люди они хотели остаться в пустыне чтобы не пришлось работать то уж там была манна и там у них было изобилие всего что нужно для жизни несмотря на то что мы были в пустыне и не надо было заботиться материальных делах не было забот никаких они сидели через тору и они думали что лучше остаться в пустыне чем прийти в страну израиля начать обрабатывать землю начать добывать себе хлеб на пропитание и тому подобное так вот следующий пункт 7 10 мстящий ближнему своему нарушает запрещающую заповедь как сказано не мсти и хотя его не приговаривают к телесному наказанию это очень дурная черта характера и следует человеку спокойно относиться ко всему что происходит в этом мире ведь для понимающих все в этом мире праха суета и нет смысла за это мстить и так что значит мстить мстить например если один человек просит другого одолжить ему заступ а тот отказывает на завтра от отказать что такое заступ заступ один из предметов да один из предметов который хозяйству нужен а тот отказывает на завтра отказавшему самому понадобилось попросить заступ у соседа и тот отказал сказав я не дам тебе как ты когда-то не дал мне такой человек мстит но должен дать ему с чистым сердцем то есть не должен так поступать не воздавая человеку его же монеты и так во всех подобных случаях и сказал так сказал царь давид своих добродетельных помыслах разве я кому платил зло я который даже врага моего отпускал без наказана сказано или 7 5 и мы продолжаем дальше пункт 7 12 и каждый кто затаил обиду на кого-то из израиля нарушает запрещающую заповедь как сказано не мсти не храни злобы на сынов народа твоего сказано главе выиграть например рыбин попросил шимона сдать ему в наем жилье или одолжить быка и шимон отказал через некоторое время шимону понадобилось что-то одолжить или занятию рыбину и ровен сказал ему я одолжу тебе потому что я не такой как ты не воздам тебе злом за зло поступающий так нарушает запрет не храни злобы не должен но должен стереть случившиеся из своего сердца и не вспоминать так как так как все времена пока он помнит зло и таит обиду он может решить отомстить на ту сторону нас призывает быть очень добрыми даже если нам что-то сделали нехорошее то мы по отношению к этим людям другим людям тора повелевает нам вести себя очень доброжелательно поэтому тора запрещает помнить зло нужно чтобы стер человек совершенно обиду из своего сердца и перестал ее вспоминать это правильное поведение которое позволяет людям жить рядом в добром соседстве вот тут сказано пояснение что рамбам пишет книги заповеди нам запрещено помнить зло зло даже если мы собираемся не мстить а именно помнить о причине о причиненном нам зле чтобы потом напомнить о нем и также сказано о зломеренном убийстве есть человек был врагом ближнего и подстерегал его в засаде убил его сферей сифрей сказано этот стих комментируется так отсюда сказали всякий кто нарушает легкую заповедь кончит нарушением тяжкой заповеди или тяжелой заповеди этот нарушил и возлюбив ближнего и дошел до нарушения не мсти и не помни зла и ненавидь ближнего в сердце своем в конце концов дошел до кровопролития на этом закончено и бог милосердный кто помогал нам благословен милосердный кто помогал нам сказано здесь в конце этой книги законах и чертах характера глава 7 прекрасной недели и всех благословений и чтобы нам было сил стараться жить по той